Шанс. Там да ты. Слотс-Сити. Скажите, сколько еще тысяч мы должны убить? В продолжение слов Родиона Валерьевича, да, когда мы 17 февраля начали эвакуацию детей Донбасса, да, после начавшихся массовых обстрелов со стороны Украины, вы помните, там было такое вирусное видео, как горловский отец плакал, рыдал, провожая свою дочку в автобусе, значит, уезжала в безопасные места в России. И что вы думаете, 26 февраля, уже после начала СВО, представительница США в ООН использовала это видео, ссылалась на него, я видела, как бравый украинский отец провожал свою дочку, значит, из-под обстрелов российских, да, а сам остался защищать Украину. Это к вопросу о том, как, это с трибуны ООН было сказано, Совет о безопасности ООН. То есть, как используются факты легко американцами и как они искажаются. С точки зрения Международного уголовного суда, когда мы спасаем детей Донбасса, это мы их похищаем. Чтобы вы не сомневались, в число этих похищенных детей украинских, они включают и тех, кто поступил в российские вузы, если они несовершеннолетние. Ну, похитили, что же понимаете, да? Так что в этом смысле, да, очень... Его институт сослали. Очень, да, сослали ссылку, да, в российский вуз, каторг и так далее. Ну, а что касается Коломойского, я думаю, тут, конечно, своя какая-то у них игра с Зеленским. Я думаю, что это делается сейчас именно потому, что в Америке собрали в срочном порядке, заметьте, в обход Зеленского, всех этих руководителей НАБУ и всевозможных структур подконтрольных американцев. Я так понимаю, Зеленский поспешил взять под свою охрану Коломойского до возвращения этих людей из Америки. С тем, чтобы опередить американцев и с тем, чтобы... И вполне вероятно, что у них с Коломойским в этом плане своя сделка, свой сговор. Ведь, причем самое забавное, да, я слушал, посмотрел материалы этого дела, но, во всяком случае, доступные, да, против гражданина Израиля и Кипра, лишенного украинского гражданства Коломойского. Там рассматриваются дела о выводе миллионов долларов за пределы Украины из Приватбанка, да? Да. Так подождите, но тогда подельником его должен выступать некий гражданин Владимир Зеленский. Хочу напомнить тот самый ящик Пандоры, ну или бумаги Пандоры, как он там, архив Пандоры у нас это называлось, да? По тем документам, ну, во всяком случае, то, что стало известно благодаря этому, до 40 миллионов долларов Коломойский вывел из этого самого Привата через подставную офшорную компанию, оформленную на Зеленского, Баканова и других там их подельников по кварталу 95, вот тех самых, которые сейчас там танцевали у вас. Так, простите, а что ж тогда Зеленский не дает показания? Почему его нету? Ну, это значительная часть тех самых средств, которые сейчас Коломойскому вменяют вину. Видимо, потому Зеленский и боится, что вот приедет в Америку, выйдет из-под юрисдикции. Поэтому я говорю, что он вдруг сам повесится. Ну, все возможно, все возможно. Вот, а что, причем тревожные сигналы, конечно, для Зеленского, и эта встреча в Америке, еще не менее тревожная. Слушайте, я вот сегодня, честно, обалдел, когда открываю газету сегодняшнюю, The Sunday Times. Я уже не раз рассказывал, у The Times свои связи с спецслужбами британскими и украинскими. Они напрямую там координируют информационно-психологические операции по Украине. И тут сегодня, всегда, всегда поддерживали украинский режим в ходе этой самой спецоперации. И сегодня появляется статья под заголовком, слушайте, а на Украине складывается авторитарный режим. Угроза демократии зреет в Киеве. И вот это вот действительно показатель того, что в самом деле что-то, какие-то проблемы у Зеленского существуют. И последнее, обращая особое внимание на интервью, значит, Буданова, этого самого главного украинского террориста. Вы знаете, я внимательно посмотрел его. У меня складывается впечатление, что для этих людей подобного типа 1 сентября на Украине какая-то символическая дата. Ну вот, ну вот получается как-то так, понимаете? Ну-ка, ну-ка, вспоминаем, кто начал специальную военную операцию, как они это называли. Кто говорил Западу, убирайтесь на линию 97-го года и всякое такое. А, так это были политические банкроты современности. Владимир Путин и вся эта обслуга типа Шахназарова. И вот сейчас они думают, блин, ведь украинцы убьют всех россиян, которые пришли в Украину с оружием в руках. Это понимают все. Да, мы будем использовать западное оружие, западные бомбы, западные самолеты. Нам вообще затягивание войны невыгодно. Вот им оно выгодно. Вот я, на мой взгляд, я считаю, что в определенной степени то, что делают американцы сегодня и Запад, ну, понимаете, они что, не могут не 30 абрамсов, а тысячу дать? Могут. Оля Скобеева называет это «варить российскую жабу на медленном огне». Он прав. Американцы обладают всеми возможностями, чтобы войну эту ускорить. У них свои есть резоны, они объективные, они защищают свои национальные интересы. Плюс ядерную бомбу российскую никто не отменял. И они добиваются исключения России из мировой повестки. Во многом это уже произошло. На сегодняшний день сверхдержавами являются... Нет, список короткий, и рашки там нет. Это Соединенные Штаты и Китай. И, кстати, насчет вот этих вот пипеточных санкций, которые развалят российскую экономику и, соответственно, уничтожат российскую армию, смеяться можно долго. Но пока это работает. Смотрите, как понемножечку меняется номенклатура вооружений, которые поставляются. И снаряды к танкам с объединенным ураном, и самолеты, и специальные дальнобойные ракеты разных модификаций. И Шахназаров говорит, надо быстрее, нужно быстрее победить. Но все же знают, что окно возможностей у Владимира Путина было исключительно до войны. Не начинать войну. А он ее начал. И да, это уже называется стратегическое поражение Раши. Потому что это да, по эволюции Дарвина, закат государства. Сделали это россияне самостоятельно. Улюлюкали. Но из хорошего. Чтобы получить сатисфакцию какую-то, товарищи российские нацисты, перед тем, как сделать очередной платеж по спискам репараций, можете вздернуть вот этих вот певцов кровавого режима. Шахназаров там не один будет. И Женя Скобеев тоже не один. Женя, кстати, Скобеев частенько слово перемирия говорит, прекращение огня. Чего вы ерзуете, а? Заметьте, вот то, что я говорил, что заткнули все рты. Потому что в обозримом будущем будет жест доброй воли. Они что, не могут дать не 16 этих самолетов, а 500? Могут. Но они этого не делают. А на мой взгляд, они этого не делают, потому что им выгодно, чтобы конфликт длился вот в таком виде. Единственная наша возможность прекратить и нанести им поражение, это нанести принципиальное поражение вооруженным силам Украины, разбить их. А лица грустные. Почему? Потому что понимают, что это невозможно. Вот когда перечисляются вот эти вот системы и количество вооружений, которые можно было бы поставить в Украину, их много. Но что делает Шахназаров? Он притворяется мертвым. Точнее, он притворяется мертвым и показывает Путину. Ты тоже можешь притвориться. Но по факту получается, что Джозеф, он, конечно, старенький, взрослый. Путин, кстати, недалеко пошел от этого. Но своей рукой держит Путина за яйца. Они признали, что развитие этой войны зависит исключительно от воли Белого дома. Тогда чего удивляетесь, когда я говорю вам о том, что вы по эволюции Дарвина к закату? Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч!